И снова в выпусках программы «Простая история» мы повествуем о делах давно забытых дней. Махаджирство – одно из трагических событий абхазского народа. Переселение на Чужбину сопровождалось разрывом семейных связей. Такой участи подверглась семья представителя владительной фамилии Джото Чачба. Сам глава семьи был преуспевающим плантатором в селе Эшера. Но когда сухумский грек Самуридий стал продавать свой особняк в центре Сухума, Джото Чачба купил его. Говорят, что он на лошади поднимался по крутой лестнице на второй этаж. Ныне это Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. О том, как сложилась судьба семьи Джото Чачба, нам рассказала и Зольда Александровна Званбая. Джото был не родной, а двоюродный дядя маминого зятя. И они очень тесно общались в свое время. Он сам был Шервашидзе, Джото, а жена была Ачба. Звали ее Майона. Может быть, Майяна она была, но мы ее называли Майона. И когда началась советизация, он почувствовал, что будут притеснять князей и все такое. Он собрал своих детей. Жене он сказал, что мы должны уехать отсюда, потому что могут нас убить, уничтожить. Потому что в России же было более суровое наказание для князей, чем в Абхазии. Мне так кажется. И у него было двое сыновей. Один был Миша, а другой почему-то тетя Майона всегда называла его Дзика. Я никогда не спрашивала, как его настоящее имя. Джото собрал своих детей, а жену он не смог взять, потому что тяжело болела его мама. И он ее оставил со свекровью, с его мамой, чтобы она ухаживала за ним, за нею. И чтобы после выздоровления, вы, говорит, приедете, я там обустрою свой быт, и вы, говорит, уже приедете на всем готовом. Он уехал, детей забрал. Там, в Стамбуле, он купил виллу. И за это время, пока бабушка выздоровела, то есть его мама, вышел закон о запрете въезда и выезда за границу. Большевики, значит, выдали вот такой закон. Она, оторванная от своего мужа и детей, осталась с умирающей своей свекровью. Свекровь ее умирает. Ее выгоняют из этого дома, конфисковывают ее дом с имуществом. Единственное, что она сумела снять люстру, которая сейчас висит в нашей церкви. Да, она продала церкви, она получила какие-то деньги, и у нее были какие-то драгоценности. Все это она продала и купила двухкомнатную квартиру на Бзыбском шоссе. Жила она рядом с моей тетей, вот у которой тоже муж, племянник ее мужа был репрессирован. И тетя моя за ней ухаживала, смотрела. Потом к ней подселилась племянница ее мужа Нази Шервашидзе. Она уже давно тоже умерла. И они вдвоем, эти две женщины, жили. В 40 лет она ничего не знала о своей семье. Она очень страдала, переживала. И все время ни письма, ничего, никаких абсолютно каких-то вот сведений о них у нее ничего не было. И вот, когда началось вот это потепление, когда начались поездки за границу наших артистов, ансамбль Сухишвили Рамишвили приехал во Францию с концертами. И там была прима-танцовщица Мхеидзе, Марина Мхеидзе. Я ее так близко не знала, но я смотрела этот ансамбль, когда они выступали в Тбилиси. А мама ее была Вера Шервашидзе. Она была родственницей этого Джота Шервашидзе. Родная сестра этой Веры жила в Гаграх. Ее я очень хорошо знала, она меня очень любила. Мери Шервашидзе. Это не та Мери, которая за красоту получила, это другая была Мери. Очень интересная женщина, и она жила в Гаграх. Их уже давно в живых нет. Но вот они, когда приехали туда с концертами, в этот театр пришел, или в концертный зал пришел Миша. Его там называли Мишель. Он пришел на этот концерт. Ему сказали, что из Грузии приехал ансамбль. Он пришел, и он зашел за кулисы к этим артистам и спросил, вы в Абхазии бываете? Ну, они сказали, да, бывают у нас концерты. И он сказал, что у него осталась мама, ее фамилия Ачба, а была замужем за Шервашидзе. И эта Марина Амхеидзе, значит, удивленно подошла к нему. Она говорит, у меня мама Шервашидзе. Ну, они когда там разговорились, узнали много родственных связей. И он ее попросил, чтобы она передала письмо от него маме. Если она жива, найдите ее, говорит, в Сухуми, она должна жить. И передайте от меня письмо, что я жив, здоров, живу во Франции. Он себя очень хорошо чувствовал. Он крупный капиталист. У него, говорит, заводы и фабрики. Живет он роскошно. И все такое. И вот эта Амхеидзе находит маму и передает ей письмо. На русском языке, исковерканный язык уже, неграмотно так было написано. Я сама лично читала. Она мне дала почитать это письмо, когда я приехала на каникулы. Я ее всегда навещала. И, вы знаете, когда он получил ответ, что она жива, и все наши родственники, если кто-то какую-то должность занимал, всех использовали, чтобы им дали возможность хотя бы переписываться. Им разрешили через МИД России, им разрешили переписываться. Этот период совпадает с тем, что она уже в таком возрасте была где-то за 80 лет. И этот стресс на нее подействовал или что. Она стала терять память. Она не могла понять, как это, что это. Письмо пришло от моего Мишеля. И он ничего о своем брате не пишет. Второе письмо. Он присылает посылку. Посылку. Он знал, что мать его всегда любила накинутой на плечи шаль. В посылке черная вязаная шаль была. И масса медикаментов, которые пригодны для такого возраста. От сердечно-сосудистой системы, от желудочно-кишечного тракта, от склероза. Заполнил медикаментами. И вот это была первая посылка. Ну, потом, когда разрешили им обмениваться письмами и посылками, он ежемесячно присылал ей посылки с вещами. Ну, тогда был дефицит вещей в Советском Союзе. Они на этом и жили, продавали и жили. Из этой посылки она мне даже подарила, тогда тафта была в моде, она мне ее подарила отрез на платье. Вот. Через некоторое время мы получаем, ну, то есть она получает письмо от жены Мишеля. Мишель был, и вот она оказалась русской, из Ростова, была женой известного художника Александрова. И они в сороковых годах эмигрировали во Францию. И она была очень счастлива со своим мужем. У них был сын Даниэль. Вот это я все помню. Но вскоре умирает ее муж. И она встречается с Мишелем. А Мишель, в свою очередь, был женат на очень богатой аристократке, англичанке. Она погибла в море на корабле. Корабль затонул. И вот это пишет уже второе письмо. Его жена, очень грамотное письмо. И она пишет, что вот Мишель был и счастлив, и несчастлив. Сейчас у нас прекрасная семья. Его детей, она не пишет, что у него были дети от первой жены. И они воспитывали ее сына Даниэля. А о своем брате, о его брате, она пишет, что он уехал в Лос-Анджелес, и он стал голливудским артистом. И она написала заглавие некоторых фильмов, где он участвовал. У него, как она описывала, что была очень бурная жизнь, семи у него не было, и он вскоре скончался, не зная от чего и как. Вот его в живых говорит. Ну, она пишет, что его в живых нет. Все время, когда я приходила, она меня настолько любила, она всегда вот сажала около себя, вытаскивала эти письма и просила, прочти. Я ей читала. И меня предупредили, не говори, что ее сын умер в Лос-Анджелесе. И она все время говорила, спрашивала меня, почему все читают о Мише, а о дзыке ничего не написано. Ну, я как-то сумела сориентироваться, я сказала, потому что Миша живет в Америке, в Лос-Анджелесе, он в другом государстве. Ну, наверное, он там хорошо себя чувствует, и потому, наверное. А почему он не прислал мне ни одного письма? Почему ничего о нем не написано? И у нее уже такое, знаете, помутнение сознания было. Ну, в общем, вот такое состояние было. Потом все наши родственники включились, чтобы дали возможность хотя бы с ним повидаться. Но только с условием, что если он будет в туристической поездке, тогда теплоходы наши же заходили, и чтобы он приехал и на несколько часов хотя бы встретиться со своей мамой. Но пока он это все оформил, она умирает. Да. И когда он это узнал, я тогда еще училась в Тбилиси, мама мне звонит и говорит, Иза, такое письмо, такую телеграмму он прислал, говорит, на ее похоронах, и мужчины, и женщины рыдали, говорит. И вот так закончилась ее жизнь. Вот я именно знаю ее жизнь. О жизни Джото ничего мне не известно. Но мне вот этот профессор Прошинь, да, его фамилия в Москве, он позвонил мне, не знаю, кто-то. По-моему, или Тарас Шамба, или кто-то вот из Сухумчан, кто-то, да, потому что я видела его фотографию с Тарасом Шамба. Вот. И он мне, значит, меня попросил, чтобы я дала ему сведения о сыне Джото, Джоамшире Шервашидзе. Я говорю, я такого не знала, чтобы у него был Джоамшир. Может быть, он был вот этот Зика Джоамшир? Не могу сказать. Вот он живет вроде бы сейчас, или это его внук, я не знаю. Он живет в Лос-Анджелесе, это в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Он является профессором университета. И я сказала, что у меня никаких сведений об этом человеке нет, и ничего вам не могу сказать. Вот так закончился наш разговор. Джото так и не увиделся со своей живой. Нет, нет. Он умер очень быстро там, а потом сыновья разъехались по разным странам. Мишель остался в Париже, а Дзика был голливудским артистом в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что события этой истории давние, они удивительно трогают наши души. Так и не увидевшая своих детей, Майона Ачба олицетворяет для нас нашу родину, потерявшую половину своего населения в годы насильственного переселения в мрачные и трагические годы махаджирства. Редактор субтитров А.Семкин